Давайте я познакомлю с моей точкой А, где я была раньше, где я была до того, как создала свое агентство, как создала свою Академию Терекрутинга. Вообще, на самом деле, моя большая ценность — это свобода, моя большая ценность — это развитие, это возможность быть на передовой технологии. И все эти три ценности, они хорошо совместились в HR, в рекрутинге. Так как у меня не было ни технического бэкграунда, вообще не было понимания, что я хочу, например, в IT, но я очень любила коммуницировать, мне нравилась статистика в универе, мне нравилась, у нас была тоже пара по менеджменту, мы там рисовали, мы ценности делали, мы строили, сейчас уже это называется EVP, Employer Valuable Preposition, минимальное ценностное предложение от компании. Но тогда это называлось по-другому, это было дико интересно, потому что таким образом я понимала, своим действием я не только развиваюсь, я не только внедряю в себя, отдаю комьюнити и вижу, как это все растет, но еще получаю свободу действий, еще через это сама расту. И, собственно, это мне дало двигаться по профессиональной моей карьере, от стандартных обычных студенческих работ как администратора на ресепшене, так до, например, в 2016 году я уже начала работать в агентстве. Несмотря на то, что я зарабатывала очень мало, даже на тот момент это было мало для города Казани, меня мотивировало то, к чему я могу прийти. Я увидела вакансию, первую самую, это было и Java-разработчик, и мобильный разработчик, мне настолько понравилось с ними общаться, я ни черта не понимала, что за Objective-C и Swift-ы они мне тут рассказывают, что за garbage-коллекторы они мне тут пытаются внести и рассказать, но все я очень тщательно записывала, потом я все это гуглила прям по-русски, русскими словами, и благо Google уже умел подсказывать то, что я хочу от него получить. И таким образом я составляла свою базу знаний того, чего вообще не было. Ни в моем агентстве, в котором я работала на тот момент, ни в IT-компании, в которой я работала HR-ассистентом. Этого не было, и я создавала это все с нуля. Вот находила какую-то информацию, разговаривала с разработчиками, вносила всю эту информацию в свои данные, в свою базу. И постепенно это переросло в довольно интересную штуку. Меня начали спрашивать мои же коллеги, а подскажи, а как ты ищешь ВКонтакте, а как ты вообще закрываешь разработчиков, они же такие непонятные. И все дошло до точки Б, когда первая моя коллега попросила быстро ее организовать и обучить IT-рекрутингу, потому что ей завтра выходить в IT-компанию. Потом я создала свой YouTube-канал, что было очень правильным решением, как раз в ковидное время, в кризисное время. Давно хотела рассказать про накопленный свой опыт, и через это тоже ко мне пришла еще одна студентка. Сейчас она уже занимает роль руководителя, закрывает очень много вакантий разного рода, там скалы разработчиков, рубер-разработчиков. Это довольно сложная позиция. И таким образом я открыла Академию IT-рекрутинга. Все началось с первого потока джуна. Все продолжилось. Пособие IT-рекрутера 1.0, первая версия, которая выпустилась в ноябре. Вот прям как сейчас помню, я была в путешествии в Париже и в Милане. Я прилетаю в Москву. Мне нужно было там находиться. За ковидной ситуацией один день переночевать, и дальше я могла уже полететь в Казань. Настолько большой был ажиотаж на пособие. Это было 100 человек, которые хотели принять быстрый опыт, потому что это было очень структурно составлено, и всем было важно сейчас получить от и до то, что необходимо. И через время занимаясь своим личным брендом, понимая, для чего я это делаю, для того, чтобы больше зарабатывать, и при этом меньше тратить на это время. Я начала выступать на разных конференциях. Индекс тех, съезд наймологов, ичарапи, Русорс, сейчас они называются Айсорс, сейчас они полностью перешли на наименование Индекс тех. Я являюсь приглашенным спикером на многих программах, в том числе ВОТУС. В ВОТУСе вообще начался изначально мой путь. И сама сейчас готовлю крутых рекрутеров у нас в Академии Телекрутинга. Как вы знаете, у нас есть не только программа профессии Телекрутинга с нуля и до профессионала, то есть мы прям полностью упаковываем человека от и до все, что нужно знать, до сорсинг, про коммуникации и так далее. Для каждого человека на определенном этапе своего карьерного развития нужны разные. И я также продолжаю развиваться, тем самым очень растут наши продукты, наши разработки. И я горжусь тем, что у нас выпускаются, у нас наши выпускники сейчас работают в Касперском, в Хуавей, в Яндексе, в Айтеков, Тинькофф. Это дорогого стоит. Эта репутация заслужена многочисленным количеством работ над собой, над своим развитием, над своим качеством работы с разработчиками, с заказчиками. И мы не перестаем командой уже сейчас растить наш продукт, и он постоянно преобразовывается, с каждым разом все больше и больше. Собственно, я начала в как раз восемнадцатом-девятнадцатом году постепенно выходить и на фриланс, в том числе закрывать позиции в одного. Это не так просто, как может показаться, но это очень вдохновляюще. Да, работать нужно будет, и в первое время нужно работать больше, чем это ожидается, и чем это, как это рассказывают на многих маркетинговых вебинарах и так далее, работать нужно. Но потом уже начинает и бренд, и база кандидатов работать на вас. И все это привело меня к той точке, которая есть сейчас. И более того, у меня есть точка и С, и Д, и Е. Я уже знаю, куда я хочу пойти. Да, эти развилки могут постепенно поменяться, но знание вашей точки Б, понимание того, куда вы хотите прийти, понимание вашей жизни, как вы хотите, чтобы она выглядела, дает вам точное понимание, что вам нужно делать для того, чтобы это осуществить в своей жизни. Потому что, на самом деле, если сейчас сложно представить себя через несколько десятков лет, важно этим тоже заняться, несмотря на то, что все может поменяться. Но базово, большая картина, более масштабная такая картина, над которой вы поднимаетесь, и как вы хотите, чтобы это все выглядело, важно знать. И путь, этот путь через рекрутинг, он дает настолько много возможностей. Например, через выступление я получила огромное количество новых контактов, которые мне сейчас дают развивать дополнительные проекты, как наш подкаст. Я обожаю знакомиться с новыми людьми, я вижу возможности, которые дают эти коллаборации, и через эти коллаборации можно прийти к следующему пункту. И рекрутинг действительно дает большие возможности, потому что у вас появляется свобода, свобода действий, свобода реализации. Вы через IT-рекрутинг получаете возможность внедриться в IT-комьюнити, то, что двигает, и то, что будет двигать в ближайшее время большую часть всего мира. Один чат GPT, который я взорвал, все на свете, чего стоит. И если его правильно применять, вы просто в разы увеличите свою работу. И как раз рекрутинг дает вашим шестеренкам в голове переключиться на то, чтобы это понимать. Рекрутинг, как вы видите, это моя жизнь, и то, что идет дальше, идет вперед, чего можно добиться. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова